люди все отсюда текают выезжают вот и думаешь куда-то уехать думаешь не такая же ситуация аналогично где-то я говорю я в америке до лас-вегас невада вот вот и говоришь у вас подняли зарплаты вернее не подняли зарплаты подняли цены здесь тоже самое творится вот тоже самое мало того почти все особенно в украине почему-то знаешь там тыкали пальцем вот смотрите как в америке классно и там деньги раздают во время к вида им там по 1200 выплатили что такое 1200 это заплатить если у тебя хреновенькое жилье ну грубоишь такой более-менее апартамент более менее это за один месяц а выплатили до этих 1200 то в общем-то разбей это на год это чё такое ну вот мало того в январе я вот заправлялся за 2 99 2 доллара 99 центов за день галон бензина я сегодня заправлялся за 4 20 тот же бензин чтоб ты понимал у нас такие бензин здесь восемьдесят седьмой восемьдесят девятый девяносто первой у нас нету 92 95 и вот в этом все понимаешь вот такая вся фигня то же самое элементарно там говорится стакан кофе который я раньше покупал за 2 99 да там каком-нибудь starbucks теперь почему-то стал стоит 4 99 и мне почему-то говорят что инфляция 4 или там от 4 до 6 процентов как они так считают я не знаю но с этим образованием получается можно так как они в основном дебилы то можно сказать что это 4 процента у меня по крайней мере чек 25 в офисе людей и все они именно в это верят так что когда люди говорят надо блин валить с этой толпаной страны то мне хочется всегда сказать а вы в другой долбанной стране жили или вы думаете сейчас есть страны недолбанные по моему сейчас все страны обдолбанные причем по тяжелому но это так под заработать ты только под заработаешь там знаешь почему потому что ты там жить не будешь то же самое как приезжают сюда люди там на траках ездить где-то еще там на стройке поработать у кого есть грин карта до в америку это так ну знаешь почему они под зарабатывать потому что в отличие от меня допустим они не живут они не платят свои там и как его кредиты они не платят страховки все и они тупо где-то у кого-то живут в гараже может быть ну или там снимают какую-нибудь комнатку на двоих на троих при этом хаят советский союз потому что там были как этот называется коммуналки а тут все живут если на то пошло почти в коммуналках только называется это модно румэйты румэйты это не коммуналка а в общем то суп то одна и та же блин понимаешь так вот они когда приезжают они они не платят за это за то за это за это он просто работает чит там пожрать себе купил и что-то отложил но если начинаешь жить здесь ты обязан понимаешь допустим платить страховки платить топами я обязан платить все познается сравни но по моему на данный момент как уж получается что лучше ехать он зарабатывает в россию или я не знаю по моему сейчас в россии можно заработать кстати и очень даже неплохо насколько я понял у меня знакомый вот говорится вот он там в москве подмосковье тоже занимается стройкой у них работники получает среднем это самое полторы-две тысячи долларов в месяц чем это плохо такой еще нормальных найти не может вот буквально недавно с ним разговаривал в поле проблема в кадрах вообще я не понимаю как так здесь хрен найдешь работу за две тысячи долларов сейчас очень безработица хотя при всем этом полный дурняк вот я буквально сегодня там у меня как говорится мексиканец сбежал который я там этот самое кустами занимался и вдруг ну то есть я вам проплатил на там на два месяца вперед вот только дело это это позиция но кроме слова только знаешь чуть-чуть лишние деньги появились он и пропал это нормальное явление здесь что касается мексиканцев но это наверно то же самое как у нас там что касается не знаю там таджиков узбеков или еще чего-нибудь да вот они сегодня и завтрак нет здесь также с мексиканцами я давай там значит это самым несущественно было компенсировать искать человека я замучился обзывание ты мне такие цены говорят что просто я вообще не понимаю инженер почему-то который допустим настраивает какую-то электронику здесь получает 15-20 долларов в час а мексиканец хочет получать 60 65 который просто придет куст обстребет я ничего не понимаю я не шучу никогда сказали удачи я говорю да ну чушь собачья неужели я не первый год здесь живучи как это такое может быть у меня проблемы это не стояло пока у меня как говорится было все нормально вот у меня пропал мексиканец вот я начал искать чего-то новое я сидел вот такой вот контрастик понимаешь и у меня друг держит компанию вот где он набирает инженеров по настройке там оборудование так настолько их сейчас много и не настолько без работы что они готовы от 15 до 20 долларов в час работать понимаешь и это не та работа которая можно взять любого да потом дать ему пилу и за пять минут научить как обезьяну пилить этот суп это все-таки надо знать электронику физику иметь инструмент ты же когда здесь в америке где-то работаешь ты должен работать со своим инструментом если ты инженер-настройщик у тебя тестер должен быть хороший а не говняный понимаешь который стоит нафиг мне не одну сотку долларов у у тебя все я не знаю если ты вообще там другой категории вот до осциллографа осциллограф стоит нафиг 15 тысяч долларов понимаешь а блин мекс тупо приезжает как говоришь с пилой топором там с бензой пилой пускай там еще что-нибудь или с какой-то косилкой или не знаю что и просит блин нафиг 65 долларов в час это чё такое вот такой вот идиотизм ну можно и так выразиться ну вот по крайней мере я просто делюсь тем чем я столкнулся вот конкретно сегодня я не знаю что я буду делать если честно потому что меня это настолько поразило самого меня 27 лет живущего здесь что я как бы чудо херня чу за переворот именно вот именно люди работы кабанета заводы все позакрывали а люди уже хватают не живут а просто выживают ну мне это напоминает 90 у меня друзья которые в украине нормальные пацаны понимаете что произошло и так дальше просто мне вот пацаны в одессе там киев не то же самое говорят капец но это так ведь ты не помнишь 90 но я так помню когда все разворовывали все это самое . пизец и к сожалению и к сожалению понимаешь пока вот там вот на верхушке у вас ничего не поменяется у вас будете хуже и хуже и хуже а понимаешь а это знаешь ничего делается для того как вас все больше обозлить а с ученым что когда ну что-то злое неважно ты знаешь как вот как собаку разозлишь когда особенно несколько тем более стая потом им главное показать цель россия виновата и все туда вся стая гав 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 и при этом пострадаете опять вы понимаешь какую же хотя на самом деле ничего как говорится общего в этом нету главное разозлить вот это все создать смуту все злые как собаки должен быть кто-то виноваты и вот она побежала это стало человеку зажалению выгла бы система заводы по закрывали металлолом повырезали ни хера нету люди это бесятся то майдан и там устраивают ты еще какую-то хрень начинаешь свое там доказывать вот она и получается давай на ту не могут поделить ты мне сейчас это говоришь а я как будто попал свои 20 лет вот мне было 20 чем-то лет когда то же самое слышал и видел 90 в россии по мнению